Весь этот день Иван Ильич провёл на улице. У него также, должно быть, как и у всех, было странное чувство неперестающего головокружения. Он чувствовал, как в городе росло возбуждение, почти сумасшествие. Все люди растворились в общем массовом головокружении. И эта масса, бродя и волнуясь по улицам, искала, жаждала знака молнии, которая, слепив, слила бы всех в один комок. Стрельба вдоль Мевского мало кого пугала. Люди по-завелиному собирались к двум трупам. Женщина в ситцевой юбке и старика в енотовой шубе, лежавшем на углу Владимирской улицы. Когда выстрелы становились чаще, люди разбегались и снова крались вдоль стен. В сумерке стрельба затихла. Подул студеный ветер, очистил небо и в тучах, грудами наваленных за морем, запылал мрачный закат. Острый серп месяца встал над городом Нивка, в том месте, где небо было угольно-черное. Фонари не зажглись в эту ночь. Окна были темны, подъезды закрыты. Вдоль могилистой пустыни Невского стояли в кослах ружья. На перекрестках виднелись рослые фигуры часовых. Лунный свет поблескивал то на зеркальном окне, то на полосе рельсов, то на стали штыка. Было тихо и спокойно. Только в каждом доме неживым овечьим голосом бормотали телефонные трубки сумасшедшие слова о событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова